Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня предлагаю поговорить на тему, как похудеть. Это уже вторая часть видео на эту тему. И знаете, есть такая проблема, что почему-то вокруг вам все врут. По непонятным, вернее, по понятным причинам. Из-за денег, наверное, да? Все вокруг, крутится вокруг денег. Вам врут с обложек ваших журналов, вам врут с телевизора, вам врут маркетологи по поводу спортпита, по поводу биодобалок, по поводу таблеток для похудения, по поводу всех основных методик на рынке, которые продаются вам по поводу похудения. В основном это все просто ложь. Самая настоящая ложь. Почему же я знаю правду и почему эту правду я хочу вам рассказать? Потому что правда, она простая. Вы заодно это видео научитесь, как правильно худеть, с пользой для своего здоровья, чтобы это было полезно, а не вредно худение. Вы узнаете всю правду, потому что похудеть на самом деле просто. Просто настолько все усложнили с помощью этих реклам, что сделали из простого сложного. На самом деле все очень просто. И просто посмотрите это видео до конца, я вам гарантирую, вы поймете на 100% как построить свои тренировки, даже расскажу, как правильно худеть, как это делать грамотно, и как это делать так, чтобы вся жизнь ваша стала в этом стиле. То есть вы будете худеть постоянно. Я сертифицированный тренер, я получил на американской организации свой сертификат по поводу тренера, просто обладая огромным опытом в этой области. Уже около 16 лет я тренируюсь. У меня нет лишнего веса. У меня более того, никогда в жизни не было лишнего веса. Да, друзья, у меня не было лишнего веса никогда. И вот мне сейчас 32 года, и до сих пор у меня нет лишнего веса. Хочу сказать, что 2 года назад я весил 67 килограмм. Максимальный вес был до этого возраста, до 2 лет назад, максимум 71 килограмм. Сейчас мой вес где-то 83, 84, 85 килограмм в среднем. Вот летом на уровне 83-84 килограмм. Я хочу сказать, что когда я сам набрал вес, то есть есть проблема как похудения, так и набора массы. Это абсолютно одинаковые проблемы, и решаются они тоже одинаково. Так вот, когда я набрал этот вес, то в моем организме изменились многие процессы на гормональном уровне, на уровне крови. То есть, чтобы разобраться в этих вопросах, нужно понимать, как работает наш организм. Лучше в этом всем разбираться. Я расскажу в этом одном видосе все. И постараюсь сделать максимально коротко и понятно. Интересно? Погнали! Друзья, смотрите, какое место тут на дыму вообще в лесу. Очень бомбезное. Здесь, я так понимаю, сзади с ножами отрабатывают удары. В смысле с ножами, броски ножей отрабатывают. И просто вообще здесь, конечно, красотяжка. Посмотрите просто. Но давайте перейдем к делу. Сегодня наша тема – это похудение. Понимая, тема очень важная и у многих, у многих по поводу этого непонимания. К сожалению, все вокруг, вся информация, которая вас окружает, она не до конца вам раскрывает суть вещей. Что же нужно делать на самом деле, чтобы похудеть? Если вы верите, что работают, например, таблетки для похудения, или вы верите телеканалам, телешоу, то задумайтесь еще раз по поводу этого всего. Потому что реально работающие методы на самом деле очень простые, очень максимально простые. Вот если вы знаете такое популярное телешоу, как «Взвешенные и счастливые», я не знаю, это аналог, наверное, какого-то американского шоу. И начну сразу с трешика вам. В этом шоу люди, которые там худели, вот приходились реально больше, весили там за 100 килограмм, 150 килограмм, 180 даже килограмм там были веса. Эти люди худели слишком быстро. То есть с ними занимались типа профессионалы своего дела. Но я не хочу там никого сейчас обвинять по поводу этого телешоу, но они худели слишком быстро. То есть чтобы правильно худеть, нужно тоже знать, как это делать, насколько быстро можно это делать. Так вот, посмотрите, просто загуглите сами, что случилось с участниками этих телешоу. Посмотрите, где они сейчас находятся, как они живут. Просто погуглите о их жизни. Я это сделал. И не один, а несколько человек после этого телешоу в ближайшем времени поумирали. Да, шоковая информация. Проверьте, если не верите, что люди, которые слишком быстро похудели, слишком быстро похудели в этом телешоу, они ухудшили свое здоровье, они не сделали себя здоровыми. Если вы думаете, что быстро похудев, вы станете здоровым, это неправда. Во-первых, килограммы вернутся к вам, это раз. Во-вторых, можно так навредить своему организму, вы реально можете от инсульта слечь просто-напросто. Сердце может не выдержать. Все, что угодно, может произойти. Отсюда сразу же я вам хочу дать информацию. Запомните конкретные цифры. Худеть нужно максимум 3-5 килограмм в месяц. Лучше 3 килограмма. То есть в год, если взять 3 килограмма в месяц, вы должны худеть на 30, максимум 6 килограмм в год. 36-40 килограмм в год. Это нормальная цифра. Почему нельзя делать это быстрее? Да потому что это максимально вредно. Нельзя как быстро набирать вес. Набор веса такой же самый. Максимум 3 килограмма в месяц. Похудение максимум 3 килограмма в месяц. Это все важно для работы вашего организма. Организм это целостная система. Нельзя просто так взять и начать худеть в каком-то конкретном месте, например. Худеть нужно целиком, во всем теле. Вы должны похудеть полностью. Все ваше тело должно похудеть. Поэтому нельзя, например, похудеть в области живота. Я прекрасно понимаю. Мне просто начали написать в инстаграме о том, как похудеть. И ребята, кстати, если вы пишете, молодцы, пишите об этом мне в инстаграм. Если вы даже меня хорошо знаете, пишите. Поверьте, я как доктор никому ничего не расскажу. Обязуюсь хранить вашу тайну. У всех есть какие-то комплексы по поводу своего тела. Кто-то хочет похудеть в области живота. Кто-то хочет похудеть... У кого-то задница большая, у кого-то нет задницы. У кого-то жир на боках. У кого-то нет жира на боках. Кто-то хочет... У кого-то щеки большие, у кого-то живот большой. Почти у всех с животами проблема. Все думают, что у них плохой живот. Хочу сказать, не смотрите на бодибилдеров на телеканале. Не смотрите на них, как на эти картинки, которые там показывают. Чтобы добиться такого вида, нужно добиться количества жира в организме около 8, максимум 10%. Если у вас сейчас есть ожирение, или вы жирный, то это может быть, скорее всего, на уровне 30%. То есть это больше, явно 20% для мужиков. И больше 30% для женщин. Отсюда выходят сразу же нормы. Какой процент жира должен быть? Для начала давайте договоримся. Меня это видео довольно сильно штормит. Я еще буду про детей здесь рассказывать. Поэтому эта тема меня, скажем так, беспокоит. Потому что я знаю, к чему приводят такие проблемы и незнание такой информации. Так вот, смотрите, я буду называть вещи своими именами. Если ты жирный, то ты жирный. Я буду называть тебя жирным. Если ты дрыщ, то ты дрыщ. Я был дрыщом 2 года назад. Ну и что? Я был дрыщом. Я был счастливым дрыщом. Все было хорошо. Сейчас я 83 кг вешу. У меня вес практически в идеальном находится. В соотношении к моему росту. При росте 185 сантиметров. Так вот, если ты жирный, это жир. Жирный, если я тебя называю, я тебя не обижаю этим. Это медицинский термин. Ожирение первой степени, второй степени. Это ожирение, жир. Поэтому если ты жирный, то я тебя и называю жирным. То есть, если я тебе буду, как ты, допустим, говоришь о себе. У тебя лишний вес. Ты говоришь, у меня животик, брюшко. У меня лишний вес. Я просто в меру упитанный мужчина. Ну, какие там вы слова придумаете себе, оправдания по поводу вашего веса. Или все хорошо у меня, да, вес там все в норме. Нет, надо прямо сесть, прямо вот сегодня, смотря это видео, после видео. И сказать себе, я жирный. Все. И нужно с этим бороться. Потому что, если у тебя нет мотивации бороться с жиром, то она появится после этого видео. Ты просто поймешь, к чему это реально может привести. Поэтому, не обижайся, я буду это называть своими именами. Для мужчины оптимальное количество жира в организме – это 8-15%. Максимум 20. Все, что выше, это уже может быть ожирение. Если ты не накачанный, то ты, скорее всего, и очень тяжелый, да, то есть определенная формула, по которой можно это высчитать. И, скорее всего, ты просто или жирный, и разной степени жирности твоя может быть. Для женщины оптимальное количество жира примерно на уровне 15-25 даже процентов. То есть больше жира. Почему? Потому что жир нужен для организма. Не нужно стремиться к тому, чтобы жиров не было вообще. Не нужно превращаться в анорексичных людей. Анорексичные люди – это глубоко больные люди. Потому что жир должен быть в организме. Жир нужен нашей гормональной системе. Доказано учеными, что если, допустим, вот посмотрите на очень худых людей, очень таких, да, тонких надрещей, которые, они постоянно какие-то грустные, не знаю, невеселые, что-то, у них как будто в жизни что-то происходит. На самом деле это может быть просто их тускло работающая гормональная система, которая недорабатывает. Люди, которые даже с лишним весом, чаще они более улыбчивые, более веселые. Почему-то, вот это лично мое наблюдение, и наука это говорит все четко и понятно. У людей полных, у людей жирных, да, с жиром, у которых нормальное количество жира в организме, у них лучше работает гормональная система, чем у людей, которые дрыщи. Потому что нет жира, нет нормально работающей гормоналки. Если вам не хватает калорийности в рационе, вы тоже можете привести к тому, что ваша гормоналка начнет страдать, просто понимаете. Страдать, ей будет не хватать. Ей будет не хватать, и это не очень хорошо. Доказано учеными, что люди даже жирные испытывают больше ощущения от оргазма. То есть у них более сильные оргазмы, да, то есть они более довольны своей личной жизнью. Это имеется в виду просто с жирком, а не с ожирением третьей степени, например. То есть понимаете, да, в чем разница? Я не знаю, честно говоря, как они проверяли, да, как это, я не знаю, спрашивали, наверное, как вам после секса, хорошо ли это было или как там. То есть есть такой самый тупой вопрос после секса, это хорошо ли тебе было, да? Это самый тупой вопрос. Потому что если было действительно хорошо, ты никогда не будешь задавать такой тупой вопрос. Потому что это будет очевидно и так понятно. Не нужно никогда это задавать. Как эти ученые это определили, я не знаю, мне интересно, конечно. Но вот видите, есть плюшки. Первое. Если ты собираешься худеть, круто, начинай это делать. Я расскажу, как делать в этом видео. Если нет, просто полюби себя такой, какой ты есть, если у тебя не ожирение, то, при котором начинаются болезни. То есть от ожирения до диабета всего лишь один маленький шажочек. Потому что обменные процессы в организме так протекают, что у вас скорее и с большей вероятностью будет диабет, чем у человека, у которого нет лишнего веса. Потому что если у тебя есть лишний жир, то в организме обменные процессы протекают совсем не так. И эти тонкости я и хочу рассказать в этом видео. Потому что именно в этом кроется ключевое непонимание вообще, как нужно тренироваться и что нужно делать. Теперь переходим к конкретике. То есть цифры по процентам, ты понял, да, сколько должно быть жира в организме. Теперь, если у тебя сейчас реально есть жир, если у тебя есть лишний вес, примерно тебе нужно, для понимания цифр, сколько нужно калорийности телу, нужно взять примерно цифры, это примерно 30 калорий на килограмм твоего веса в сутки, чтобы ты начал худеть. Примерно 40 калорий на килограмм веса, если ты хочешь просто поддержать свой вес. И где-то 50 калорий на килограмм веса, если ты хочешь набирать вес. Вот это примерные цифры, но все индивидуально, у всех разные скорости обменных процессов. Есть много мифов на эту тему. Сейчас я все обо всем расскажу, и это недолго и быстро рассказать. Потому что правда, она рассказывается быстро. В одном видео можно сказать правду. Так вот, погнали. Что нужно делать конкретно, чтобы похудеть? Есть единственный способ на планете, как нужно правильно худеть. Он единственный. Тебе нужно создать такой рацион питания, при котором ты начнешь худеть. То есть ты должен будешь получать калорий меньше, чем потребляешь. Все, точка. Это единственный способ, это единственная методика. Если ты хочешь набрать вес, тебе нужно получать калорий больше, чем ты тратишь. Все. То есть без расчетов тут не обойтись. Тебе поначалу придется реально считать. Благо сейчас программ, которые могут сделать за тебя, просто целая куча. Скачивай приложение, заноси туда еду, которую ты ешь, и ты будешь понимать, сколько ты получил калорий. И есть ли лишние калории. То есть просто тебе нужно считать все, что ты съедаешь. Реально все. Возможно, тебе придется носить с собой даже весы. Кухонные. Постоянно взвешивать вес, порции. Это только нужно делать первое время. Потом это будет делать не обязательно. Ты просто уже примерно, если одно и то же будешь есть, ты будешь понимать, на каком-то уровне питания находишься. То есть без этого никак. По-другому не работает. Просто садишься и считаешь всю свою еду, которую ты съедаешь за день. Всю. Кусочек хлеба, яблочко, одно яйцо, сколько в гречке, сколько в овсянке. Тебе нужно выбрать нормальные продукты. Я сейчас расскажу по поводу выбора продуктов. Там тоже есть свои прикольчики. Просто даже не особо сейчас заморачивайся, что ты ешь. Просто посчитай, сколько в нем калорий. Ты и сам поймешь, что ты ешь что-то не то, если, допустим, ты съел один раз за день и ты набрал уже калорийность выше нормы. То есть тебе нужно считать калории только за сутки. За сутки. Не имеет значения, сколько раз в день ешь. Дробное питание у тебя, недробное у тебя питание. Не имеет значения, во сколько ты ешь. Даже если ты ночью ешь. Проводились эксперименты американцами. Эксперименты, не проплаченные компаниями, которые созданы для того, чтобы тебя обмануть. А нормальные эксперименты, исследования, которые проводились вообще всегда. И смотри, кто занимается исследованиями. Если это занимается какой-то институт, например, Гарвардский институт, то, скорее всего, эти исследования направлены на то, чтобы найти правду, информацию, научную информацию. Если эти исследования проводят какая-то компания, производитель, допустим, Биодобавок или Спортпита, то ты должен понимать, откуда приходят деньги для исследований. И таким образом ты понимаешь, это правда или это ложь. Так вот, были проведены исследования на эту тему. Имеется важно только то, сколько ты съедаешь еды за сутки. Не важно, сколько ты раз поел. Оно особо не влияет на это все. Да, говорят, что дробное питание усиливает, ускоряет метаболизм. Я все это знаю, поверь. Что реже питаешься, метаболизм медленнее, ты начинаешь набирать вес. Нет, все это хрень полная. Просто количество калорий за сутки считаешь. Если ты сегодня перебрал калорий, перебрал калорий, то завтра ты должен не добрать. И таким самым образом ты должен держаться всю неделю. То есть нельзя, допустим, сегодня просто перенабрать. Три дня подряд ты перенабираешь калории, а потом ты хочешь не добирать пять дней. Нет. Лучше сделать так, чтобы у тебя просто один день в неделю. У тебя был, когда ты будешь есть, допустим, какие-то продукты, которые ты... То есть ты не должен себя ни в чем отказывать. Моя методика работает не так. Ты должен есть все, что ты хочешь, наоборот. Ты должен питаться так, как ты будешь питаться всю свою жизнь. Найди себе продукты, которые ты будешь есть всю жизнь. Если ты считаешь какие-то вредные продукты, ну, например, я тебе подскажу, да, бургеры, например, картошка в Макдональдсе, ну, это уже должны все понимать. Это очень калорийные продукты, очень высококалорийные. Ты ешь их, не отказывайся от них, просто раз в неделю их ешь. Раз в неделю, в какой-то один день ты съедаешь свои эти бургеры и картошку. Но ты должен считать, сколько у тебя осталось калорийности в этот день. Просто ты берешь и отнимаешь от количества, которое ты знаешь, которое тебе нужно. Тебе нужно найти эти цифры, при которых ты будешь худеть. Это все индивидуально. Но поверь, это будет работать, и не спеши. Калорийность должна быть примерно на 300, максимум 500 калорий меньше, чем тебе нужно. То есть, когда я говорю о профиците калорий, я имею в виду 300-500 калорий, или дефиците калорий, не имеет значения. То есть, у тебя есть ноль, при котором ты не худеешь и не толстеешь. И ты спускаешься ниже нуля, ты уменьшаешь калории на 300-500 калорий, или выше нуля на 300-500 калорий. Больше не нужно, даже может 300 калорий хватить. То есть, не надо на 1000 калорий снижать от нормы. Не надо сушиться, как бодибилдеры сушатся. Там, они знают, что они делают, они профи в этой области. Тебе же нужно просто где-то на 300-500 калорий снизить свою калорийность. Ты должен нормально есть. Твоя гормональная система должна нормально работать. Это все будет помогать тебе. Тебе калории нужны. Тебе нужны углеводы. Тебе нужны жиры. Тебе нужны хорошие жиры. Это, например, оливковое масло, ляное масло, рыбий жир. Тебе нужен жир. Если ты хочешь нормально худеть. Хороший, полезный жир, который только помогает твоему организму, а не мешает ему. То есть, просто нужно следить. Самое главное, чтобы идея этого видео. Следить за калорийностью и все. В течение суток. Организм прекрасно сам понимает, что сейчас, допустим, день или ночь. Он прекрасно понимает, что в сутках 24 часа. Это налаженные процессы, это биоритмы. Это биоритмы, которые существуют. Это просто существует, поверь в это. И организм знает, что сегодня ночь. Сейчас ночь. Организм знает, что завтра будет новый день. Он понимает, что сейчас, допустим, сутки не закончились еще. То есть, до того, как ты уснул, он понимает, сколько ты получил калорий за день. И если он недополучил калории, недополучил, то он начнет их брать из внутренних ресурсов, из жира твоего. Если же он получил больше калорий, чем ему нужно было за этот день, то ночью все это переформируется, и ты будешь набирать свой вес. Именно, скорее всего, это будет происходить как раз ночью. Потому что организм посчитает общие калории за сутки. Все. Это все на самом деле. Все, что тебе вообще нужно знать на эту тему. Теперь расскажу тебе такой интересный эксперимент. По поводу вредной и плохой пищи. В Америке было проведено исследование. Мужик взял, исследователь, конечно, ученый. Он взял и отвел себе там месяц целый. И он питался только самыми максимально вредными продуктами. То есть, это бургеры, это картошка с Макдоналдса. То есть, он пьел так постоянно. Кока-кола, фанта, всякие сладкие напитки, шоколадки, батончики, чипсы. Это я сейчас все перечисляю вредно, можно запоминать. Чипсы, вафли, рафинированные жиры всевозможные. И он питался так целый месяц. Но что он сделал? Самое главное, он высчитал правильно свою норму, при которой он или теряет вес, или набирает вес. И он уменьшил калорийность. Вот этих плохих продуктов он уменьшил ниже своей нормы. То есть, калорийность, при которой был дефицит калорий. И этот мужик похудел за месяц. Это не какая-то индивидуальная особенность была этого мужика. Это был ученый. И он просто доказал таким образом, что не имеет значения, что ты жрешь на самом деле большого. Имеет значение только то, что ты употребляешь меньше калорий или больше нормы. Все. Это физиология. По-другому это не работает. Просто понимаешь? Поэтому все, кто тебе там доказывает, что в этом какая-то есть особенность, в этих продуктах. Нет. В них есть другая проблема. В них есть другая проблема, что ты получишь, например, жиры, которые сделают твои сосуды тонкими. То есть, оно забьет твои сосуды бляшками так, что у тебя случится инфаркт или инсульт в 50 лет. Или в 40 лет вообще. Или в 60 лет. То есть, это все очень рано. Поверь. Это очень рано. Это реально может случиться от плохой пищи. Это другие проблемы. Это не по поводу похудения. Теперь. Смотри. Если сейчас у тебя реально есть лишний вес, если ты жирный, то, в-первых, иди в тренажерку. Если ты не можешь идти в тренажерку, я тебе говорю сейчас конкретные уже методы тренировок, что нужно делать. Иди в тренажерку и не ставь себе цель набирать мышечную массу. Сохрани дефицит калорий. То, как я сказал, 300-500 калорий. И в тренажерке ты качаешься. Ты набираешь обороты тренажерки. Но ты должен похудеть. Тебе нужно вывести уровень жира на примерно 15%. Ну, максимум 20. В идеале на 15 на Цельсию вообще. Не надо опускаться ниже 15. Это уже бодибилдерские уровни. Ну, это нормально, кстати. 8-15 для мужика это нормально. Так вот, ты должен похудеть. Только после этого ты приступаешь к строительству своего нового тела мечты. Почему нужно тренироваться в момент похудения? Потому что, когда ты похудеешь, ты будешь выглядеть отвратительно. Это все будет на тебе висеть. Это кожа лишняя, складки. То есть, не будет мышечной ткани достаточное количество. Поэтому нужно худеть и одновременно тренироваться, наращивать мышцы. Они будут у тебя под жиром. Так же самое и пресс никогда не появится, пока ты не похудеешь. У тебя никогда не будет кубиков, пока ты не похудеешь. Это просто не физиологично. Не бывает так. Те кубики, которые качков ты видишь, идеальные эти кубики. Они у них определенный отрезок времени в году. Это не каждый год такое. И они просто сушатся. Они доводят уровень жира до 8% в теле. И тогда, конечно, видны все эти кубики. То есть, или ты просто очень молодой и реально даришь по природе, эти кубики тоже видны. Поэтому под жиром реально будет пресс. Но ты его не увидишь. Ты его увидишь уже потом, когда доведешь свой уровень процент жира до 8-15%. И потом, когда начнешь набирать вес. Почему так? Потому что есть одна закономерность. По поводу плохих продуктов я рассказал. Смотри, если плохие продукты, такие как, например, макдональдская пища, ты будешь есть, если ты дрышь сейчас, то, скорее всего, это тебе не пойдет на плохое накопление жира в сосудах. Потому что это тоже физиология. Уже тоже проведено исследование, это было доказано. Те же яйца, например, и можешь есть сколько хочешь вообще яйца. Я рекомендую делать их в вареном виде. Вареные яйца не приводят к атеросклерозу. Это уже доказано много лет назад, уже больше 30 лет назад доказано. Если ты просто сейчас дрыщ, то у тебя обмены процесса так проходят, что ты не набираешь плохой жир в сосудах своих. То есть реально, если ты стройный, то даже плохие продукты не идут тебе во вред, а просто сжигаются. Ты их сжигаешь в калории, ты их сжигаешь на текущие потребности организма. Если же ты жирный и ешь вредную пищу, то у тебя это идет все по пути, идет это все по пути набора этого плохого жира в сосудах. То есть, если ты с лишним весом, то ты становишься более, у тебя болезни будут накапливаться. Потому что вот этот жир, который у тебя есть в организме, он заставляет твою гормоналку так работать, что обменные процессы ведут по накоплению вот этого плохого жира на твоих сосудах. Твои сосуды, если еще у тебя есть давление с лишним весом, то 100% это приведет у тебя к атеросклерозу. У тебя будут проблемы с сосудами, это может привести как к инсульту, так и к инфаркту. Об этом будет видео, я очень хорошо знаю этот вопрос. Мой отец с этим столкнулся, я очень хорошо знаю эту тему. Запомни просто этот закон. Сначала мы худеем, а только потом начинаем набирать вес и уже можешь следить не так сильно внимательно за своим рационом. Но пока у тебя есть лишний вес, есть реально риск заработать проблемы с сосудами, с твоими. Теперь посмотри статистику болезни диабетом, приобретенным диабетом. Если у тебя есть лишний вес, то это реально может привести к диабету второго типа, приобретенного типа. Даже дети уже бывают, с малого возраста уже болеет эта болячка, приобретенным диабетом. Это современная болезнь, потому что нынешнее питание, нынешний способ питания, прививается культура питания уже детям такая, что они набирают лишний вес. Это просто вот за это я бы ввел просто наказание в духе, так же, как ты наносишь своим детям, допустим, какие-то увечья, если просто их бьешь, то тебя должны сажать за это. Какие-то наказания должны нести, уголовная ответственность. Так же самое, я считаю, нужно делать, если ты составляешь, что их детей много есть, и они у тебя уже жирны. Если он уже там в 6 лет, у меня просто есть сын, я хорошо понимаю, о чем говорю, и несу тоже ответственность перед его здоровьем сейчас. То, как я ему прививаю привычкой к питанию, сколько я ему еды даю, я несу ответственность за его будущее здоровье. Если ты не знал, то у детей, вообще, есть определенное количество жировых клеток в организме. Если, допустим, ребенок становится жирный в детстве, то в детстве этот механизм так протекает, что количество жирных клеток у него будет больше, чем, допустим, могло бы быть, если бы ты не кормил его лишними калориями. Если твой ребенок жирный в детстве, он получил этих клеток жирных больше. Количество этих клеток больше жирных. Потому что в возрасте, когда ты уже в возрасте, допустим, тебе там, ты вырос, и ты начинаешь поправляться, набирать вес, твои жировые клетки просто увеличиваются в размере. Они вырастают, жировые клетки. А в детстве их количество увеличивается. Это совершенно разные вещи. То есть, если, допустим, у ребенка стало количество жировых клеток в два раза больше в детстве из-за неправильного питания, в будущем он, скорее всего, всегда будет жирным теперь. И бороться ему с лишним весом будет в два раза сложнее, чем всем остальным. Поэтому на твоей ответственности лежит будущее здоровья твоего ребенка. Лучше пусть он не доест. Поверь, не умрет твой ребенок от голода. Всегда он прибежит за порцией еды, если он реально проголодается. Пусть бегает голодный полдня, сколько надо. Пусть не поголодает полдня. Пусть поголодает, даже если надо, целый день. Если он настолько у вас капризный и не хочет есть. Пусть поест один раз за день в конце дня. Чтобы калорийность общая не превысила норму у вашего ребенка. Это критически важно. Так, мы уже закругляемся. Теперь конкретные рекомендации по поводу еще тренировок. Что нужно делать конкретно? Как лучше терять эту энергию, чтобы начать худеть? Если ты не знаешь, куда девается жир до сих пор еще? Жир твой, вот куда он девается вообще? Ты знаешь, куда он девается? Жир твой просто реально сгорает. Он просто, ты его выдыхаешь с помощью легких. Ты его выдыхаешь с помощью легких, он выходит в туалете вместе с мочой. То есть это просто выходит вода с твоего тела. С водой и воздуха, энергия. То есть он просто сжигается и распадается, как... Это химическая формула, да, скажем так. Он распадается просто на воздух, ты его выдыхаешь легкими. Так вот, По поводу тренировок. Ничего сверхъестественного тут нет. Тренировки особо никак не отличаются на похудение. Просто иди и качайся в тренажерку. Но есть различия в кардио. Ты должен понимать, что кардио может быть как анаэробным, так и аэробным. В твоем случае жир не горит без участия кислорода. Это нужно понимать. Все анаэробное не имеет отношения к сжиганию жира. В тренажерке, если ты качаешься, тягаешь штангу, он не сжигает жир тренажеркой. Поднимаешь штангу, не сжигает жир. Если ты бежишь спринтерским бегом, это не сжигает жир. Если ты бежишь очень быстро на тренажере. Если ты качаешься на кардиотренажере очень быстро, в каком-то быстром темпе, это все анаэробная нагрузка, когда не требуется участие большого кислорода. Там или участвует молочная кислота, или же гликоген теряется в печени, который участвует в энергообмене. То есть гликоген – это сложный углевод, который накоплен в печени. Что тебе нужно добиться? Тебе нужно добиться большого количества кислорода в процессе твоих тренировок. То есть жир реально горит, реально просто сгорает при обычной жизни. Много ходить нужно. При ходьбе сжигается отличный жир. Просто ходи быстрым темпом. Ходи много. Ходи 10 тысяч в день шагов, 15 тысяч в день шагов, 20 тысяч в день шагов. Если ты в тренажерном зале, тебе нужно просто быстрым темпом идти на тренажере, на беговой дорожке. Не бежать очень быстро, а идти медленным темпом. Медленным, средним или быстрым темпом. Большого значения не имеет. Понятно, чем быстрее темп, тем лучше. Тем больше кислорода, больше сжигания жира. Если ты хочешь бегать, то бегать тебе нужно в среднем темпе или в очень медленном темпе. Практически трусцой, как говорят. То есть ты просто очень медленно бежишь. Очень медленно. Много дычишь, не задыхаешься, бежишь. И тем самым сжигаешь невероятное количество энергии. Если это тренажеры, то ты работаешь в темпе не сильно быстром. Ты не качаешься на тренажере, кардиотренажере. Ты работаешь в размеренном темпе. И таким самым образом ты будешь худеть. Смотри. Ты можешь сказать, да, что как же так? Марафонцы, они такие все дрыщи, они очень худые. Да, у марафонцев очень много кислорода, они теряют в процессе своего бега. И они не бегают быстро, они бегают долго. И тебе нужно, если ты хочешь прям бегать, заниматься бегом, то тебе нужно бегать по мягкой поверхности, во-первых. Это я хочу сказать из своих боксерских тренировок. По мягкой поверхности. Если у тебя еще лишний вес, то лучше вообще бегай. По очень мягкой поверхности, по песку даже лучше. Чтобы не убить свои колени. Потому что тебя с твоим лишним весом, если тебя заставляют прыгать, если ты жирный, заставляют прыгать в тренажерном зале, уходи от такого тренера. Тебе нельзя прыгать, ты убьешь свои колени. Просто связки поубиваешь, колени. Просто ходи, много ходи, очень быстрым, средним темпом, неважно. Обычная ходьба сжет невероятно хорошо жир. То есть вся нагрузка с кислородом будет сжечь твой жир. Очень хорошими темпами. Все, теперь ты понимаешь, как это лучше сделать. Как построить свою жизнь, свой образ жизни. Найди для себя хорошие, нормальные продукты питания. Об этом будет отдельное видео. Сейчас не буду рассказывать, как правильно питаться. Просто постарайся питаться хорошими продуктами. И ты похудеешь. Ты увидишь новое свое тело в ближайшее время, в ближайшие годы очень изменится. Все, береги себя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok